Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Анастасия Попова. О событиях из жизни университета, а также мировых новостях расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. В деревне универсиады подвели итоги 2020 года среди студентов-активистов. Выросли продажи хлеба. Вышел указ о присвоении государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники в 2020 году. Согласно приказу за цикл работ по исследованиям и сохранению памятников мирового историко-культурного наследия Российской Федерации на примере объектов Свияжска и Болгарского городища Республики Татарстан обладателями премии станут три представителя Казанского университета. Декан Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия Айрат Сидиков, заведующий кафедрой всемирного культурного наследия Рафаэль Валеев и директор Института международных отношений Рамиль Харудинов. К другим новостям. В деревне универсиады подвели итоги 2020 года среди студентов-активистов. Как это было, смотрите далее. У студентов, живущих в деревне универсиады, есть традиция в декабре подводить итоги года. 2020 не стал исключением. На праздничном концерте подвели итоги уходящего года и наградили активистов в деревне универсиады. У нас проходит награждение по итогам года активистов в деревне универсиады, членов студенческих советов домов, руководителей студенческих объединений. Такое очень приятное, тепло, уютное мероприятие, где мы хотим поздравить ребят с наступающим праздником, поблагодарить за работу. По итогам 2020 года наградили около 150 человек. Благодарственные письма ребята получали за активную общественную работу, проводимую в деревне универсиады на протяжении всего года. Награждение проходило поэтапно. Студенты группами выходили на сцену, чтобы не допустить массового скопления людей. Я с начала сентября участвовала в всех мероприятиях, в каких только могла участвовать. Постоянно активничала, везде, всюду была. Во время награждения также проходил концерт. Студенты подготовили праздничные номера, которые показывали между вручением наград. Были песни, танцы, стихотворные отрывки. Все это было сделано для того, чтобы у студентов перед сессией появилось праздничное настроение. Лев Диденко, Вилета Басова, Универ, Ньюс. Состоялось заседание Координационного совета по делам соотечественников при президенте Республики Татарстан. Мероприятие прошло в онлайн-формате под руководством председателя Государственного совета Республики Татарстан Фарида Мухаммедшина. Участие принял ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. К другим новостям. Ученые Казанского федерального университета в сотрудничестве с Воронежским университетом ведут активную работу над новым лекарственным средством. Узнаем, что это и какие у него преимущества. Презвание нового лекарственного средства – бороться с микробным обрастанием ран, ожогов и пролежней. До сих пор для схожих целей изготавливались препараты, содержащие ферменты животного происхождения – трепсин, химотрепсин, а также ферменты из ананаса и папайи. В данной разработке мы соединили два действующих вещества – фермент, который называется фицин, это протеиназа из сока инжирного дерева, с хитозаном – это нерастворимый продукт, получаемый из хитина, а хитин – это основа панциря ракообразных. С применением этого препарата увеличится вероятность, что у пациента не останется шрамов после лечения. Основное преимущество продукта – ускоренный в два раза процесс заживления ран. Мы показали, что если раны, которые инфицированы стафилококком, обрабатывать нашим полученным продуктом, то значительно ускоряется процесс ранозаживления, гораздо быстрее происходит очищение раны от микроорганизмов. Без обработки площадь снижалась в два раза где-то за 6-7 дней, а в присутствии нашего компонента наполовину рана затягивалась где-то за 4 дня. Уже 5 лет ученые работают с новым ферментом – фицином. Пока точно неизвестно, когда лекарство пойдет в применение, но проект уже прошел большинство стадий и находится на этапе тестирования. Узнаем, как проходит процесс разработки лекарственного продукта. Изначально все начинается, конечно, в пробирке. Мы получаем так называемую модельную биопленку, выращиваем в пластиковых планшетах и обрабатываем различными ферментами в различных условиях. И оцениваем, какой вариант даст лучший результат. Второй этап – это анализ более глубокий с помощью различных методов микроскопии, биохимии. И дальше уже идет тестирование на модельных животных. На данный момент препарат имеет вид порошка. В будущем ученые планируют внести его в перевязочные средства, чтобы эффективно удалять микробов с инфицированной раны. Федосия Ршова, Ленар Довлетьяров, Универ Ньюс. 15 декабря пройдут матчи регулярного чемпионата по баскетболу. Сыграют команды Казанского федерального университета и княту КАИ имени Туполева. В 17.30 сразятся девушки, а в 19.00 – парни. Трансляции пройдут на YouTube-канале и в группе ВКонтакте «Универ ТВ». К другим новостям. Какие программы обязательно будут установлены на технику, продаваемую в России? Узнайте в следующем сюжете. Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект, который откладывает до 1 апреля обязательную предварительную установку отечественных приложений на продаваемые в России электронные устройства. Какой-то шаг со стороны государства по поддержке отечественных производителей ПО. Не секрет, что мы, конечно, находимся не то что даже в догоняющих, мы скорее пытаемся найти какую-то свою уникальную нишу и конкурировать с каким-то вещами мы не можем. Но чтобы знакомить широкий сегмент наших граждан с тем, что у нас разрабатывают в стране, это вполне может быть решением. Согласно закону, на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV перед продажей должен быть установлен российский софт. К 7 декабря 2020 года точно известно лишь то, что в финальном списке будет приложение национальной платежной системы МИР и госуслуг. Это будет некоторый нормативный документ, который определяет порядок выбора таких приложений, но это, разумеется, должны быть именно те компании, которые являются российскими. Вот поэтому это будет отбираться оттуда. Будет список меняться, возможно, будет, но в принципе мы сейчас уже можем назвать, даже любой человек может назвать, какие приложения могут туда войти, чтобы как-то создавать, ну, даже не конкуренцию, а, скажем, альтернативу каким-то другим источникам. Законопроект позволит создать условия для конкуренции российских разработок с зарубежным программным обеспечением. Появляется широкий круг тех, кто знакомится с этими приложениями, да, и клиентская база все равно увеличивается. То есть, например, тот же самый, например, Касперский, да, или Доктор Вепп, это наши отечественные продукты, вот, ими пользуется много людей, но кто-то их просто не ставит, да, а тут это будет стоять по умолчанию, в принципе увеличивается клиентская база. Кристина Надершина, Ленардо Влетеров, Универньюз. Приоритеты потребителей изменились. Почему россияне начали покупать хлеб чаще? Узнаем в нашем следующем сюжете. Не зря в народе говорят, что хлеб всему голова. В кризисный период люди массово скупают продукты первой необходимости. Впервые за пять лет. Рост продаж хлеба увеличился на 3,1% с января по октябрь 2020 года. Такое в последний раз наблюдалось в 2008 году. Рост продаж хлеба эксперты связали со снижением доходов населения. Хлеб традиционно является относительно дешевым продуктом, который естественно становится более востребован по сравнению с более дорогими продовольственными товарами, которые становятся менее доступны при снижении доходов населения. В связи с экономическим кризисом, вызванной пандемией коронавируса, некоторая часть населения перешла на удаленную работу. Закрылись многие заведения общественного питания. Люди начали тратить больше средств на продукты, чем в то кризисное время. В период, когда происходили существенные закрытия различных организаций, производств и прочего, многие делали себе запасы. Непонятно было, что будет дальше, поэтому был повышенный спрос на крупы, на муку, на прочие долгохранящиеся продукты. Несмотря на статистику о том, что продажи хлеба увеличились, не все начали покупать его чаще, хотя некоторые убеждены, что с прилавка в первую очередь скупается хлеб. В пекарни хлеба нет, вообще-то раскупают мгновенно. В обычных пекарнях пироги есть, а хлеба мало. Видимо, покупают больше. Забросили мясо, рыбу, икру черную перестали есть. Только едим хлеб. Мы наоборот, наверное, перестали покупать хлеб, потому что худеем, следим за фигурами. Ну, как покупал раньше, так и покупали. Честно, ради хлеба на все готово. Мнения людей разнятся, но снизится ли спрос на продукты первой необходимости, пока остается под вопросом. На этом все. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях. До новых встреч!